Форум театр В шестидесятых годах прошлого века в Бразилии было достаточно неспокойное время. Там постоянно чехарда со властью была, приходили на смену друг другу военные диктатуры. Народу жилось очень неспокойно. И в это время в Бразилии жил режиссер, его звали Аугуста Бааль. Он на тот момент был известен тем, что собрал небольшую группу людей и они ездили по небольшим бразильским селам, каким-то дальним поселкам. Они ездили в те места, где у людей не было никаких средств массовой информации. Туда не приходили газеты, там не было ни радио, ни телевидения. А Бааль хотел сделать так, чтобы эти люди знали о том, что происходит в этой достаточно большой стране, чтобы они все были общностью бразильской. И он с этой группой людей, которую он назвал театром угнетемных, показывал представления в жанре, который называется «живые газеты». Люди, актеры брали какие-то реальные ситуации, которые происходили в жизни, приезжали в какое-то село и на площади перед большим количеством людей показывали то, что происходило где-то в другом месте, для того, чтобы люди каким-то образом вникали в проблемы, которые в этот момент были в стране или в целом в мире. И вот однажды в одном небольшом бразильском поселочке Бааль со своим театром угнетемных играл постановку о забастовке на шахте. И в какой-то очень напряженный момент постановки вдруг раздался крик из толпы. Остановитесь, вы неправильно играете. Я был на этой забастовке, я лучше вас знаю, как это все было. Я могу вам рассказать, как должно было быть все на самом деле. Бааль остановил игру актеров, попросил этого человека рассказать свою версию истории. Они приняли эту версию, актеры начали играть дальше. Этот человек опять закричал, остановитесь, вы опять неправильно играете. Бааль еще раз его внимательно выслушал. Актеры опять сыграли по рекомендации этого человека. Но когда этот же мужчина в третий раз закричал стоп, Бааль разозлился и сказал, дорогой мой, если ты лучше нас знаешь, как играть, вот пожалуйста, выходи на сцену и играй. Этот момент считают моментом появления нового театрального направления, которое называется форум театра. Когда зритель, возмущенный тем, что происходит на сцене, стремится своим действием каким-то образом исправить конфликт. Причем, в отречи от вот этого курьезного случая, который произошел с Баалем, когда зрителю просто не понравилось то, что играют актеры. Настоящий форум театр доводит дело до какой-то катастрофической ситуации и буквально принуждает зрителя выйти и что-то изменить. Форум театр это театр действий, в котором невозможно просто сидеть и обсуждать проблему. Проблема от этого не решится. Проблему нужно решать конкретным действием. Выйти и изменить ее. Если мы попробуем сравнить форум театр с обычным, традиционным, классическим театром, можно примерно представить себе некий воображаемый график развития накала страстей в театре. Вот берем классический театр. Завязочка пошла, развитие действия, кульминация, и потом действие идет на спад. Развязка идет к финалу, все успокаивается, и зритель уходит домой обдумывать то, что он увидел. В форум театре действие всегда обрывается на самой максимальной, несправедливой, катастрофической точке. Точке невозвращения. Наша задача, задача зрителя, задача актеров сделать так, чтобы ситуация, которую мы разыгрываем, не дошла до этой точки. Чтобы катастрофа не случилась. Потому что катастрофа это разрушение человеческих жизней. Катастрофа приводит к каким-то необратимым ситуациям. Конечно, за ней будет какая-то другая жизнь, но нас в данном случае это совершенно не интересует. Нам интересно сделать так, чтобы катастрофа исчезла. Я начну с представления персонажа, который у нас сегодня задействован. Кирилл. Молодой человек, 25 лет. Долгое время употреблял наркотики. Два года назад ушел из дома. Никаких отношений с матерью после этого не поддерживал. Но решил твердо завязать и пройти курс реабилитации. Татьяна Львовна, мать Кирилла, 45 лет. Воспитывала сына одна. После того, как сын ушел из дома, решила для себя, что у нее больше нет сына. Она работает заведующей кафедрой русского языка и литературы в ПЭД-университете. Игорь Леонидович, 46 лет. Декан факультета гуманитарных наук ПЭД-университета. Очень близкий друг Татьяны Львовны. Но, несмотря на это, ничего не знает об их конфликте с сыном. Никаких подробностей. Елена Николаевна, 35 лет. Ассистент кафедры русского языка и литературы. Прошу начать. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл. Татьяна Львовна еще не пришла? Нет, еще на занятиях. Подожди, присаживайся. Чаю будешь? Да, и все. Как у тебя вообще дела? Что-то давно не было видно. Ну, так себе дела. Приехал, нужно с матерью поговорить. А вы не виделись еще? Нет. Там и заезжал, а там никого нет. Но она сейчас очень напряженно из-за подготовки к защите от докторской десертации. Нервная почвы. Нервная почвы. Выдавайте сейчас. Татьяна, я, пожалуй, попозже зайду. Нам нужно поговорить именно сейчас. У меня есть серьезная задолженность. Так что ты здесь делаешь? Понимаешь, мама, у нас с тобой были сложные отношения. Но сейчас я хотел, захотел бы изменить свою жизнь. Тебе нужны деньги? Дело в том, что я решил завязать со своим трошком, и деньги мне нужны в реабилитационный центр. Я эти твои байки слышу уже тысячу раз. Деньги. Так и скажи, что на очередную дозу тебе деньги нужны. Дозу. Правда, мне нужны деньги. Я не хочу возвращаться в это трошком. И ты думаешь, я приехал бы к тебе, если бы мне было еще кто-то мог быть. Так, некуда мне слушать твои истории. Мне пора на пары. По-моему, выращившись, у тебя здесь не было. Татьяна? Случилось что-то? Да, сын опять приехал, достает меня. Слушай, ну давай, может, я поговорю с ним. Нет, не вмешивайся, еще позже сделаешь. Здравствуйте. Молодой человек, я думаю, нам с вами надо поговорить. Звитя, а вы кто такой? Я близкий друг вашей матери. Я видел в каком состоянии она сейчас отсюда вышла после разговора с вами. И вы знаете, мне кажется, она совершенно не хочет вас видеть. Вообще-то это наше дело, и почему вы вмешиваетесь? Послушайте, Кирилл. Мне не безразлично, как чувствует себя этот тем. И с ее слов, я хорошо понимаю, что источником проблем вы не являетесь вы. Да что вы знаете вообще? Вы лезете в наши отношения. Кирилл, вас не было два года. Сейчас вы возвращаетесь сюда, прорываетесь к ней на кафедру. Это вот в то время, когда у нее диссертация на носу. Вы видели, в каком состоянии она отсюда вышла? Я понимаю это прекрасно. Ну, поймите меня. Я тоже решил завязывать со своим прошлым. У нас отношения и правда были нелегкие. Ну, так я вот и вам их предлагаю. Давайте поговорим. В чем, собственно, проблема? Может, найдем какой-то выгод. Дело в том, что я долгое время потреблял наркотики. Ну, сейчас я решил изменить свою жизнь. Ну, с матерью у нас отношения как-то не складывались в последнее время. А сейчас я приехал к этому, что у меня очень нужны деньги на лечение. Мне нужно пойти лечиться в реабилитационном центре. Я понимаю, что вы не правы. Понимаю, но я так больше жить могу и не хочу. Кирилл, ну, вы же прекрасно понимаете, что вам сейчас вообще никто не повезет. Ну, где гарантии, что эти деньги пойдут действительно на лечение, что вы в центр какой-то там вложите? А где гарантия того, что после лечения вы не сорвете через полгода? Знаете, дорогой мой, мне кажется, что вы зря сюда приехали. Татьяна вам денег не даст. Мне кажется, вам лучше поискать эту вымышленную совесть. Кирилл, вы хорошо запомните то, что я вам сказал. Что за день сегодня? Страны нервные все. Кирилл, что-то случилось? Кирилл, с вами все в порядке? Алло, Татьяна Львовна, будьте добры, на кафе преподождите. Да, срочно, Кириллу плохо. Здесь Игорь Леонидович был. Что-то вина произошло. Вот что-то с Кириллом странное случилось. Что здесь устроил? Шлялся где-то, возвращаешься. Приезжаешь, позоришь ненавистливый инфидент, требуешь деньги. Еще Игорь внушал. Да, знаешь что, пора заканчивать. Уходи, и что больше я тебя не видела. Стоишь, мама? Значит, ты меня больше и не увидишь. Стоп. Перед вами была проигранная ситуация. Как вы считаете, вообще такое в жизни возможно? Да. Да, потому что можно. Хорошо. Сейчас немножко объясню. Значит, в любом конфликте есть сторона агрессора, сторона жертва и серая масса. Серая масса, она может, может занять чью-либо позицию. Но по каким-либо причинам это не делать. Сейчас мы будем проигрывать эту сцену еще раз. В любой момент, в который вы хотите что-то изменить, вы видите выход из ситуации, вы можете сказать стоп и заменить либо жертву, либо серую массу. Агрессора заменять нельзя. Иначе весь конфликт потеряется. За что будет? То есть действие? Да. Вы выходите... А, в место? Да, вы выходите в место и пытаетесь изменить ситуацию. Значит, ну, перед тем, как это сделать, нам с вами нужно определиться, кто у нас жертва, кто у нас агрессор, кто у нас серая масса. Можете это обсудить? Я бы прошу всех актеров сейчас выйти на сцену, чтобы вы, как бы, видели, наглядно могли вспомнить, кто у них какую линию зрения есть. Агрессор, кто в этом нет? Марика, еще один раз, я бы хотел. Хорошо. Давайте решим, кто у нас агрессор. Сын просить пришел, пожалуйста, дайте денег. Сын адрессор давит на жалость. Он угрыдает маму. Маму живет, алкогол. Мама видит. Я не знаю, почему это мать. Потому что если ее заменить, то легко ситуация с... Неинтересно играть. То сразу дай денег на... Спасибо. Хорошо, если с агрессором у нас будет мать. Кто у нас жертва? Марика. Сынчик. Миссика это сделал. Хорошо. Так, что ты здесь делаешь? Я думаю, кто в зале. Понимаешь, он? Тебе нужен день? Дело в том, что я решила зарезаться в своем прошлом. Стоп. Кого хочется занять? Наркоман. Ну вот, все ушли, мы разговариваем. Что ты здесь делаешь? Мам, я тебя очень люблю. Да что ты? Ну, это действительно так. Тебе деньги нужны? Нет, мне не нужны деньги. А что тогда? Мне нужна жизнь. Живи. Я тебе дала все, что могла. Если бы ты мне дала все, что могла, я бы не ушел из дома. Ну, правильно, ты ушел из дома, потому что тебе надо было где-то колоться. Да, я колюсь, это так. Ну, если я кололся, это не значит, что все было в порядке у нас в семье. Это не значит, что ты, ну, невинно просто. Я не знаю, как. Нет, я нормально, я коликумарил, но все в порядке. Так, знаешь что, никуда не тратить время. Подожди, пожалуйста, ну, не тратить время на сына. Ну, ты нормальная, ну, я не тратил. Ну, я хочу вам задать вопрос. Расскажите, вообще, какая у вас была задумка? То есть у вас, у меня очень получилось довести ее до конца, но... Ну, она очень была настроена против. Но она должна была остаться в любом случае. Она своей маме говорит, слушай, я тебя люблю, ну, я хочу жить, но она не может уйти на пару. Ну, это точно. Да глубже-то, может, не мать. Ну, она же не мать. Ну, она сидит, она говорит, нет, все, пока, чувак. Может, ты прием. Но я же не знаю всех контекстов. Спасибо большое. Спасибо. Что ты здесь делаешь? У меня к тебе серьезный новый разговор. Я тебя слушаю. Я нашел клинику, где готова меня вылечить. Дается почти 90% того, что меня смогут вылечить от наркомана. У меня не хватает много денег для того, чтобы попасть в эту клинику. Тебе хватает немного денег на очередную дозу? Нет. На клинику будет договор. Ты можешь почитать на всех условиях. Да. Давай посмотрим. Просто мне необходимо, чтобы ты помогла сделать мне первый шаг. Ты можешь следить, наблюдать. Если у меня это не получится, я исчезну полностью из твоей жизни. Хорошо. Сколько цена? 250 долларов. Я подумаю. Сейчас мне ехать с тобой разговаривать. Что? Что? Друзья, мы с вами 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 с вами. С вами с вами с вами с вами. Вы же понимаете, что вам никто не поверит. То, что вы можете сорваться после того, как вы делаете, пролечитесь в реабилитационном центре. Какие будут гарантии того, что вы потом не сорветесь и не спорчите жизнь вашей матери дальше? Какие будут гарантии? Я очень хочу этого. Я устал от такой жизни. Давайте заключим договор. Вы дадите расписку, что я вам оплачу в вашей реабилитационном центре, проверю, чтобы деньги достались именно туда, куда нужно. Вы пишите расписку в случае того, что если вы опять рваетесь, вы уходите из жизни своей матери раз и навсегда. Ваша мать, я бы сказать не смогу. Ты правда. Спасибо. Стоп. Спасибо. Это гарантия. Это гарантия для того, что вы сорваетесь после клиника. Дима, гарантия, что важно. Ну, день, только на день. Какая гарантия? Я вам говорю это. Все на общественную двое. Хорошо. Скажем, что я тебе поверю, я попробую поговорить с твоей матерью. У нас хорошее отношение, мы близкие друзья. Попробую поговорить с твоей матерью и попробую ей всё объяснить. Я буду ещё признать её. Хорошо. Но если твоей матерью будет категорически против того, я согласен платить тебе эти услуги, но при этом условии. Если ты вылечиваешься, у тебя всё получается, ты... всё, мы продолжаем. Если у тебя ничего не получается, тогда ты уходишь с твоей матерью и больше её не тревожат. Мы договорились? Договорились? Я поговорю с твоей матерью, и что она вам скажет, мы уже будем опять верить. Договорились? Договорились. Здесь, наверное, надо быть матрией поговорить. Мы, к сожалению, на этом не закончили. То есть, наша задача решить конкретную данную. АПЛОДИСМЕНТЫ Кирилл, Кирилл, тебе плохо? Кирилл, что случилось? Кирилл, что случилось? Приметел внимание? Всё хорошо. Может, тебе помощь нужна? Нет, спасибо. Нет, очень сильно. Стоп. Я бы матерью не звонила. Ну, пожалуйста, выйдите и расскажите. Как вы себе представили? Я просто не звонила матери, потому что после этого она прибежала, и, ну, как бы, произошёл конфликт. То есть, всё, они поговорили с другом, он поговорил со своей мамой, и, ну, как бы, в принципе, она ушла на пары, и, как бы, а он продолжает жить своей жизнью. Своим звонком она вызвала мать сюда, и произошёл ещё больше конфликтов. Ясно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему ты? Мама, мне нужно дать поддержку. Я нашёл центр, требуется с вами. Извините, Татьяна, я, пожалуй, попозже. Что ж ты прошёл? Я нашёл революционный центр, мне, возможно, помогут помочь. Ты не могла бы со мной туда вместе сходить? Уже ты решил лечиться? Да, я хотела бы. У меня, конечно, нет денег, но... А где ты собираешься их взять? Ну, может быть, ты могла бы мне их дать, но, пожалуйста, ты могла бы попасть вместе со мной? Мне тяжело начать с меня с моей жизни. Хорошо, я схожу с вами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу с тобой поговорить. Смотрите, а вы кто такой? Я обещаю друг твою маму, и я хочу за неё беспокоиться. Я думаю, что я могу как-нибудь помочь вам решить проблему, мне просто не безразличия мамы. Извините, это наше дело. Да, нам не столько. А, ну, вы так сразу не отвергаете? Может быть, я вам что-то могу помочь? Что так категорически настроить против меня? Ну, у нас, правда, сложные отношения. Я знаю, что вы ушли из дома два года назад, и не появлялись. Мама очень переживала за это. И сейчас она, конечно, злится на вас за то, что вы так поступили с ней. Спасибо. Я, честно говоря, не знаю, сколько всего конкретно, мне что не расскажется. Вы понимаете, ну, мать, наверное, вам рассказала. Потому что я рассказывал о наркотике долгое время. Нет. К сожалению, она мне этого не рассказывала. Дело в том, что я сейчас решил как-то изменить свою жизнь, например. Ну, вы уже знаете, куда хотите пойти в какой-то центр или просто... Ну, я узнавал, есть несколько. Знаете, что Кирилл, у меня есть очень интересное вам предложение. Мои очень хорошие друзья открывают центр с новыми методиками. То есть вы будете лечиться на их базе фактически бесплатно, потом вы должны быть отработать три года. Помогать как волонтер, работать на их базе тоже таким же наркоманом, как и вы. Это фактически как в армии. Вы три года зайдете в день. Потом вы будете приезжать на проверки периодически. Вы три года будете жить там. То есть там фактически изолированная зона. Вы не с какими наркотиками не будете сталкиваться, потому что это будут жестокие наказания за это. И потом вы взыскали от денег за то, что вы нам отрели, за то, что вы спешите в складке. Вы согласны с этим складочкам? Я бы сразу понял, что нам такое предложение не... Нет, ну вы подумайте, вы хотите бросить или же вы боитесь того, что вас лишат свободы. Вы благодаря наркотикам лишили себя жизни на несколько лет. Вы еще отдыхаетесь три года пробыть просто фактически в армии. Конечно, я думаю, что я соглашусь. Вы согласны с этим складочкам? То есть я могу звонить своим друзьям, и вы тогда пробуйте. Отлично. Спасибо. Сказать? Нет, Кирилл подается исправлением, все отлично. Отлично. Ну что, еще кто-нибудь хочет попробовать? Решите за каждый день. Нет, ни у кого больше никаких идей? Ну, в таком случае, наверное, мы завершим наш форум-театр на сегодня. Все возможные варианты уже перебрали. Я пройдил. Спасибо. У нас есть форум-театр. Нет, это бальдик. Вы с демокотчик. Можно поставить с большой форум-театры, Это был и демокотчик. Он бы получил себя. Кирилл, не загружался. Здесь есть форум-театр. Я хочу сказать, что читают вас, что у меня все эфорум-театр это было. Продолжение следует...